Девушки отдыхают Приветствуем вас на нашей программе Галла Шоу Сегодня у меня в студии очень, но очень интересный, молодой и талантливый молодой человек Он родился в России, живет в Америке, и причем у нас в Бостоне Прекрасный, прекрасный, талантливый музыкант Который уже имеет кучу всяких наград И одна из них, я думаю, что довольно-таки высокая награда Это в конкурсе Чайковского в 2007 году Это Сергей Антонов, виолончелист Здравствуйте, Сережа Очень рада, что вы приехали к нам, спасибо большое Спасибо вам Давайте поговорим, как это так случилось Такой молодой, казалось бы, мальчишка, который рос в Москве Как все, играл, скорее всего, на улице И вдруг конкурс Чайковского Ну, это не так, чтобы прямо вдруг Был очень долгий путь пройден Я начал заниматься на волончели в пять лет с моей мамой Марией Юрьевной Журавлевой Которая преподает в Центральной музыкальной школе до сих пор Очень тяжелый путь Очень непростой И, так скажем, со многими неровностями И я, пожалуй, это и первый человек, которому я безумно благодарен в своей жизни За то, что она выдержала все это Вытащила на своей, буквально, шее Хотя многие очень ее коллеги и друзья наши говорили Что, конечно, это, мягко говоря, наверное, не самое правильное решение Ну, конечно, виолончель Ну, маленький мальчик Виолончель был выбран Во-первых, мой папа покойный был виолончелистом всю свою жизнь А моя мама виолончелистка И мы с ней об этом говорили И она сказала, что, ты знаешь, если я решила учить тебя музыке Я должна делать это сама А виолончель — это тот единственный инструмент, которым я могу тебя сама научить Потом я закончил Центральную музыкальную школу Поступил в Московскую государственную консерваторию К Наталье Николаевне Шаховской Легендарный педагог российский и мировой И также я учился в классе камерного ансамблю у Александра Зиновича Бондурянского И 2007 год конкурс Чайковского 13-й был моим вторым конкурсом Я играл в 2004 году на конкурсе Был очень молодой, мне было 17 лет, не прошел на третий тур И решение принять участие второй раз в конкурсе было, конечно, довольно тяжелым Я довольно долго сомневался, но потом вдруг, наверное, понял, что если я этого не сделаю, то буду жалеть А там уже посмотрим, что из этого выйдет Но, к счастью, все вышло... Жалеть не пришлось Ты знаешь, я знаю о том, что ты уже учился здесь, в Бостоне у нас, в США И один из вопросов, который я хочу тебя спросить Ты учился там, в России И мы знаем о нашей прекрасной школе музыкантов, которая подготавливает, великолепных музыкантов Что ты можешь сказать? Вот какая разница? И что ты почувствовал, что ты прошел, учаясь там, в Москве и, конечно же, здесь, в Бостоне? Ну, конечно, разница есть И, будучи человеком все-таки широких взглядов, тем не менее, конечно, я склоняюсь на сторону российской школы И российской системы профессионального музыкального образования В первую очередь потому, что очень рано начинается специфически профессиональное образование То есть, когда дети начинают заниматься в 5-6 лет И когда они подходят к возрасту, скажем, 11-12, уже понятно, по какому пути они пойдут Здесь, мне кажется, это не совсем так строго То есть, дается выбор, который, мне кажется, во многих ситуациях мешает Когда люди не совсем до конца окунаются именно в профессиональное образование И это заметно, мне кажется, в первую очередь по тому, как выстроена система образования здесь Когда начинаются предметы, не касающиеся инструментов Когда начинаются предметы общего музыкального развития То теория, гармония Дети у нас с 5-6 лет уже на сольфеджи начинают и вовсю В 6-7 классе начинается теория музыки И в консерваторию люди приходят уже фактически состоявшимися музыкантами Никто не знает, что с этими музыкантами дальше будет И в каких музыкантов эти ребята превратятся Поскольку образование идет всю жизнь музыкальное Я считаю, что если человек считает, что ему больше нечему научиться в музыке То он, наверное, где-то допустил очень большую ошибку Сереж, ну и согласись, когда ты был маленьким мальчиком Я не думаю, что так все было, как говорится, гладко Я не думаю, что ты всегда бежал с радостью заниматься Расскажи немножечко вот об этой борьбе Может быть, поэтому и, как бы сказать, многие родители сами виноваты Потому что это очень трудно постоянно заниматься с ребенком Детей нужно заставлять Ага! Это мое глубокое убеждение Потому что дело в том, что занятие музыкой не имеет очевидного прогресса для детей То есть, когда дети в пять лет начинают собирать пазл И они через полчаса видят прогресс К сожалению, особенно на струнных инструментах Это гораздо менее заметно на клавишных инструментах, на рояле Потому что нажал ноту, нажал клавишу, появилась нота На струнных инструментах до того, как появится какой-то вменяемый звук Проходит довольно большое количество времени Конечно, детям это не нравится И, конечно, мне это не нравилось И одна из самых больших заслуг моей мамы именно в том, что она заставляла меня И она уговаривала, ругалась, ссорилась со мной Но, конечно, я рос нормальным ребенком Мне хотелось быть на улице, хотелось играть в футбол Или заниматься какими-то другими вещами И не хватало терпения Это, к сожалению, так Это надо заставлять Это надо заставлять И помимо того, что мне очень жалко, когда в домах не звучит классическая музыка Которая должна звучать Когда еще, скажем, ребенок недостаточно взрослый Тоже большой спор идет о том, когда начинать учить детей Здесь, особенно в Америке, я замечаю, что детей начинают очень рано учить В 3-4 года это очень рано, потому что личность и психика ребенка только формируются Конечно, можно его сломить Конечно, можно в 3 года заставить его сыграть какую-то маленькую пьеску Но я считаю, что 5-6 лет Это, наверное, правильно Я абсолютно согласна Мое осознание того, когда я сам осознанно понял, что я люблю, действительно люблю эту профессию Довольно пришло ко мне поздно И я довольно скептически отношусь к людям, которые говорят Мы в 4 года знали, что мы будем То есть практически до какого возраста ты сопротивлялся Еще думал, что ты не будешь заниматься Вообще не подойдешь к фиоланчику Нет, я не думаю, что я не подойду Просто сам процесс занятий, мне он не нравился И это скучно, потому что проводишь довольно большое количество времени Работая над вещами, которыми ты обязан работать И опять же, как и 5-летнему ребенку Ты же не понимаешь Но вроде все получается Особенно становится тяжело, когда нужно с музыкантской точки зрения подходить Это сейчас мы можем провести 5 часов работы над одним произведением И это будут продуктивные 5 часов Даже если они в конечном итоге ничем не закончатся В смысле исполнения Ну вот смотри, все-таки настойчивость твоей мамы И, конечно же, постоянная школа И репетиции, репетиции, репетиции Мы очень с этим знакомы в нашей семье И смотри, привело к тому Я когда прочитала информацию о тебе, о твоей жизни Что ты имел прекрасный мастер-класс С Мстиславом Ростроповичем И для нас это легенда Это большая величина Расскажи немножечко об этом промежутке твоей жизни Сколько было тебе лет И как это случилось И почему ты пошел на эти классы Я был в консерватории Насколько, наверное, я помню Это был второй курс И моя встреча И довольно продолжительное знакомство С Мстиславом Леопольевичем Произошло благодаря Наталье Николаевне Шаховской Которая у него училась И была одной из его любимых учениц И когда он приехал в консерваторию Он, конечно, позвонил ей И она порекомендовала послушать меня И на первом мастер-классе Я очень хорошо помню Я играл сонату Бриттона для него И дальше в течение нескольких лет Мы встречались, ездили с ним Совершенно потрясающее путешествие по Волге И с ним, и с Галиной Павловной Вишневской С ее студентами И я на тот момент был стипендиатом Его фонда благотворительного И было несколько нас стипендиатов с ним Но это просто чудо Что удается проводить Какое-то особенно Не только профессиональное Но и личное время С такими музыкантами И просто с такими личностями Это совершенно потрясающе Он был потрясающей энергией человек И когда мы уже Просто валились с ног от усталости От работы То есть уроки происходили в каком-то сумасшедшем темпе Он мог после концерта подойти и сказать Что он хочет в 8 утра сделать урок В котором будет поменено все, что училось И так далее И вечером это надо будет играть И конечно мы все мечтаем о том Чтобы он играл до последнего дня До последнего дня Пока он мог физически держать инструмент в руках И потом просто был находиться рядом с ним Слушать эти истории про людей Про Шестаковича В частности Про Прокофьева Про Британа И того же самого Ну это просто глаза на лоб вылезают Просто слушать это от человека Который был с ними знаком И который говорит о творческом процессе Особенно создании наших легендарных Скажем концертов Шестаковича Прокофьева Говорит об этом как вот О создании какого-то детища То есть что у тебя поменялось После этих классов Можешь ли ты Или это было просто постепенно Что-то возрастало в тебе Потом обращалось Как бы обрастало бы другим мясом Знаешь, когда бывает Ты что-то почерпнешь И вроде бы ты не наблюдаешь Что ты почерпнул что-то Но со временем Ты ощущаешь, ты знаешь Что-то произошло оттуда Ну дело в том, что я считаю Что личность музыканта Она складывается не Не из знакомства С каким-то одним Скажем великим музыкантом А все-таки каждые Именно личности большие С которыми мы По жизни мы с ними встречаемся Они как Каким-то образом влияют На формирование личности Потому что музыкант Не может формироваться В одиночестве Поэтому мы такое внимание Уделяем педагогам Поэтому мы такое внимание Уделяем людям С которыми мы встречаемся Дирижером Партнером В камерном ансамбле Или в сольных каких-то Я имею в виду дирижеров И конечно Каждый отдельный человек Каждый отдельный музыкант С которым мы Знакомимся И занимаемся творчеством Они откладываются внутри Вот постепенно Постепенно собирают Личность Это довольно долгий процесс Да, да, да Очень прекрасно Я хочу спросить тебя Как тебе дышится в Америке Потому что ты приехал уже Осознанно Имея, так сказать, профессию Имея свои взгляды И вдруг абсолютно Поменяв культуру Страну Язык Что там говорить Все иммигранты прошли это Как тебе дышится Как музыканту И как человеку Ну, дело в том, что Как человеку дышится хорошо Как музыканту Нам, наверное, дышится везде хорошо Вне зависимости от того Где мы находимся Но Для того, чтобы Обретать какую-то внутреннюю Помимо творческой Но и человеческую Внутреннюю Атмосферу И спокойствие Конечно, образ жизни Должен быть Наверное, такой, как здесь Мне кажется Потому что При всей моей Безумной любви К России И я туда очень часто езжу Очень много там играю Сотрудничаю с оркестрами С музыкантами И мы гастролируем В маленьких городах Чуть побольше городах Больших городах Конечно, к сожалению Музыкантам в России тяжело Творчески тяжело И, как мне кажется Наверное, эмоционально тоже тяжело Как и, собственно, многим Представителям других профессий И вообще людей То есть ты думаешь Для творчества Должна быть Какая-то все равно Атмосфера Обстановка Того, чтобы творить тебе Быть свободных От многих Сам понимаешь Бытовых каких-то моментов Или еще каких-то Социальных Политических Должна быть Свобода больше Вот это Вопрос спорный Потому что Исторический опыт Показывает другое Оказывается в борьбе Выживаемость И что касается Особенно российских музыкантов И Отдельное внимание Уделяя российским Композиторам Как это ни странно Опыт показывает Немножко другое И вообще В принципе Мировой Музыки Классической Я имею ввиду Композиторов Если мы Чуть поближе Рассмотрим Личности Гениальных Всеми признанных Не обязательно Российских Композиторов То Чем ближе Мы будем Рассматривать Тем Более Волнительные Личности Мы находим Поэтому Даже если У каких-то Композиторов Скажем В бытовых Моментах Проблем не было То все-таки В личностных И переживательных Каких-то Вещах Мы находим Иногда даже Довольно Неприятные Примеры Тем не менее Музыка призвана Гениальной Все работает во благо Да Поэтому это тяжело Ответить на вопрос Где лучше твориться Я считаю Что музыкантам Излишнего комфорта Тоже мне нужно давать Потому что Тогда люди расслабляются Я знаю абсолютно Одно Что сейчас люди думают Ну вот видите Как состоялся Молодой человек Имеет гастроли Я знаю Что ты в Японии Был и в России И где-то еще В Европу В Европу конечно Это все объездил И здесь у нас В Бостоне Но я-то знаю Что за этим стоит Самый тяжелый Большой труд Самая большая работа Делается домашняя работа Правда? Конечно Это пахарь Это пахота такая Что никому и не снилось Никто не видит этого Расскажи немножко О своем распорядке дня И какие твои прожекты Что ты делаешь Помимо того Что ты ездишь Гастролируешь Репетируешь Что еще происходит? Распорядок Обычно У меня нет такого Конкретного распорядка дня Конечно Все время Которое я могу Уделять Я провожу За инструментом Поскольку Очень много Концертов Очень много разных Программ Приходится Иногда Не всегда К сожалению Получается Готовиться заранее К выступлениям Это Одно из моих Один из моих Недостатков Но Что касается Обычной жизни Повседневной Я человек Довольно активный И я считаю Что Эмоциональное Состояние Музыканта Оно Так скажем Лимитировано То есть Выпуск Какой-то должен быть Поэтому Скажем Когда у меня Выдается Полторы-две Недели Отпуск Который я все равно Провожу С инструментом Я стараюсь Заниматься Активными Видами спорта То есть Подводным плаванием Которым я увлекся Последние Несколько лет Очень серьезно Горные лыжи Парусный спорт Это все То есть Я не могу просто Лечь на диван И смотреть Недели Телевизор Ну расскажи Я слышала Что ты записываешь CD Это Какой номер CD Это большой Полный диск Это третий Ага Третий И кто участвует В твоей записи Кто еще Твои сподвижники Я слышала О прекрасном Твоем Пианисте Вот как раз С ним мы записали Это второй диск Первый диск у нас Вышел Чуть пораньше В этом году Так у нас К счастью Получилось Что мы за год Успели Записать Вот сейчас второй диск Первый диск Вышел Какое-то время назад С сонатами С виланчельными Сонатами Рахманинова И Штрауса Он продается В интернете Его можно Свободно найти И сейчас Мы записали Диск С миниатюрами Российских Композиторов Русских Который Наверное Скорее всего Дай бог Будет готов В конце Января Диск Получился Не совсем Обычный Потому что На диске Будет Оригинальных Виланчельных Произведений Только три Все остальные Это наши Обработки И не только наши В частности Фортепианных Произведений И скрипичных Произведений Немножко Мы С удивлением Так После записи Посмотрели На этот диск Потому что Он получился Очень яркий И очень Эмоциональный И не очень Легкий На восприятии Чему мы Очень рады Потому что Когда записываешь Миниатюры Это всегда Очень такое Получается Лоскутное Одеяло Когда Особо Одни Эти пьесы Друг с другом Как-то Просто Вот Понатыканы А у нас Получилась Довольно Интересная Драматургия В записи Так что Мы Пока еще В рабочем Состоянии Но Будем ждать В конце В конце Января Довольно Нам Очень Мы очень Довольны Пока Вау Дорогие Зрители Дело в том Что к сожалению Формат нашей передачи Вы увидите на нашем экране Все-все данные Этого веб-сайта И о его CD И о его гастролях И обязательно О концертах в Бостоне Где мы будем Впоследствии Говорить Об этих концертах О его Коллегах Которые Которые с ним Участвуют В этих концертах И где Это будет Происходить Так что Мы надеемся На вашу скорую встречу Пожалуйста Звоните нам И находите Всю информацию О Сергее На его веб-сайте Сергей Я не хочу Просто занимать Время Я хочу Чтобы обязательно Ты нам сыграл Сегодня Мы сейчас Переоборудуем Студию И Please Please Enjoy your talent And good luck Спасибо Спасибо большое Что ты пришел И мы обязательно Сейчас послушаем Как ты играет Конечно Спасибо 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 Спасибо